Привет! В этом видео я хотел бы рассказать о нашем тесте на карбонатную жесткость воды. Но если в двух словах, что такое жесткость воды, это сочетание ее физических и химических свойств, которое говорит о наличии и количестве растворенных солей, собственно, в этой воде. Как правило, сейчас жесткость воды измеряют в градусах жесткости и, соответственно, уже из того, сколько градусов жесткости в конкретной воде, можно сказать, то есть это мягкая вода, средней жесткости, жесткая или очень жесткая. Данный тест предназначен для определения жесткости воды для правильной настройки бытовой техники у вас дома, либо у вашего клиента. Поэтому мы будем опираться на те, скажем так, стандарты, которые приняты в бытовой технике. К примеру, принято, как правило, принято считать, что для бытовой техники мягкая вода это приблизительно от 0 до 6 градусов жесткости, средней жесткости вода это от 7 до 16 градусов жесткости, жесткая вода это от 17 до 20 и свыше 20 это уже считается очень жесткая вода. Мы у нас на сайте продаем вот этот тест вот в таком виде. Это получается два шприца, один шприц такой вот маленький, он непосредственно заполнен самим реактивом, тут 50 миллиграмм реактива, его достаточно для определения жесткости по вот этим четырем классификациям, скажем так. Также в комплекте с этим маленьким шприцом идет вот такой вот 10-миллилитровый шприц. Непосредственно в этом шприце мы будем проводить сам эксперимент. Что нам необходимо? Нам необходимо для начала набрать в этот шприц 3 миллилитра воды. Мы это делаем прямо с крана, грубо говоря с того крана, где вы будете подключать или настраивать технику. Мы можем дадим даже на всякий случай чуть-чуть воде протечь, после чего набираем 3 миллилитра, лишнее выливаем, так, чтобы у нас в шприце осталось 3 миллилитра воды. После чего мы отводим поршень уже до конца, чтобы у нас осталось здесь достаточно воздуха. И потом аккуратно, чтобы не уколоться, тут довольно тонкая острая игла на этом маленьком шприце, понемногу вводим вот этот реактив в воду. Вводить нам можно, к примеру, либо по 5 миллилитров, либо по 2,5. В данном случае 2,5 миллиграмма вот этого реактива в 3 миллилитра воды соответствует 1 градусу жесткости. То есть, если мы влили этого реактива в шприц 5 миллиграмм, значит, это будет соответствовать 2 градусам жесткости. Но я предполагаю, что у нас здесь вода приблизительно, наверное, где-то 10-15 градусов жесткости, что является, в общем-то, средней жесткости. Теперь смотрите, что мы делаем. Вот я, например, ввел 2,5 миллиграмма, после чего я перемешиваю эту воду. И смотрим на ее цвет. В данном случае у нас вода стала слегка голубой. И дальше продолжаем добавлять туда реактив. Значит, как только у нас вода, и после чего мы ее перемешиваем, после каждого раза. Значит, у нас вода будет со временем становиться все голубее и голубее, скажем так, то есть, либо более синее. Нам необходимо, в тот момент, когда мы достигнем нужного количества этого реактива шприца, который будет соответствовать этой жесткости нашей воды, значит, вода после перемешивания должна поменять цвет. И должна стать из синей, должна поменять цвет на зеленую. Поэтому мы понемногу вводим, перемешиваем и следим за цветом воды. Ну, в принципе, вот она практически поменяла цвет. Я смотрю, что она уже немного начала менять. Поэтому мы еще чуть-чуть введем. Да, и вот мы видим, что вода у нас из синей стала зеленой. Значит, после чего мы смотрим на шприц и смотрим, сколько мы ввели. Значит, у меня осталось в шприце 22 миллиграмма. Получается, что я ввел... Да, 22. Получается, что я ввел 28 миллиграмм. Делим, грубо говоря, на 2,5. Это 10, получается 25 и плюс 1. Вот у нас получилось 11 градусов жесткости. В принципе, что попадает в воду средней жесткости, в общем-то, как я и говорил. Получается, у нас осталось даже еще немного... Ну, тут, наверное, уже если вода будет такая же, нам уже будет недостаточно этого реактива для второго теста. Но, во всяком случае, нам этого теста хватило для того, чтобы определить жесткость воды у нас. Значит, если же вы ввели весь шприц, то есть все 50 миллиграмм, а у вас вода так и остается синий или голубой, это говорит о том, что у вас жесткость воды более 20 градусов. Более 20 градусов, так как вот этот шприц рассчитан на воду, скажем, до 20 градусов. Можно, конечно, в таком случае, к примеру, взять еще один такой же шприц с реактивом, если вам уж хочется точно знать, какая у вас жесткость воды и измерять далее. Но, к примеру, для бытовой техники это уже не имеет большого значения, так как все, что свыше 20 градусов жесткости, уже считается очень жесткая вода. И, соответственно, настраивается эта техника из расчета, что вода, соответственно, очень жесткая. В каких случаях эту тех, скажем так, ее надо настраивать? Вообще, в каких случаях это важно знать жесткость воды? Я расскажу в своих дальнейших видео и приведу примеры, как настраивать технику и так далее. Но, в основном, это используется именно настройка. И, довольно важно, это при настройке посудомоечных машин. В стиральных машинах это не сильно важно. То есть, в зависимости от жесткости воды, вы меняете только количество порошка, который вы сыпете на стирку. Там даже на самих, к примеру, порошках есть табличка, в которой написано, то есть, сколько порошка, например, сыпать на стирку при средней жесткости, при мягкой воде и при сильной жесткости воды. Еще хотелось бы, справедливости ради, заметить, что жесткость воды может меняться в зависимости от сезона. Как правило, в такие моменты, когда вода, например, дождливая, когда много осадков, это, к примеру, осень, зима и, например, ранняя весна, когда идут много дождей, когда тает снег, вода, как правило, становится мягче. В летние периоды, когда более сухая погода, вода может становиться немного жестче. Та вода, которая идет из скважин, если, например, вы знаете, что вам вода в кран попадает из скважины, то там, как правило, вода более жесткая, так как в воде, скажем, из земли больше минералов и, соответственно, больше растворенных солей в этой воде. В принципе, все. Так же я здесь, в этом видео, размещу ссылочку. На всякий случай, на этот тест вы его сможете купить у нас в магазине. А данное видео снято для интернет-магазина Мастер Плюс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.